Продолжение следует... Я не знаю, это сепаратистка, я не знаю, что они там говорят. Юля работала медиком. Юля просто приехала, они высадили. У нас есть заправка Артемида. Тот, кто знает, живет в Краматорске. Они высадили там мальчика, они просто уезжали. То, что там говорят, это я не знаю, что вы говорите. Вы не люди, вы не представляете. Это была моя лучшая подруга. У меня забрали все. Как можно стрелять просто по машине? Вы люди или вы звери? Скажите мне. Как можно? У девки спину разорвало. Вы что, они люди? Если я начну говорить, все же на камеру, все же... Там сказал судминээксперт, это до головы не дотянешь. Стреляли с этого кто-то, БРД или БТР. У нее вошли эти пули. У нее... У нее органы. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите, вот портрет у вас в руках. Это чей портрет? Это внука, которого убили 25-го. Майя это. Ново-Майдан. Завалили, ни за что. Ни за что. Скорую вызвали, нет? Да вызвали, а что? Собаки. Это во время выборов президента? Да, да. Дося поверила, что день тишины, не будут стрелять. Поехала туда по делам в Ново-Майдан. Остановили три машины и расстреляли все. Заставили поднять руки, они подняли руки. Внук мой чуть маму прикрыл, получил пулю в сердце, а маме ноги перебили. Она в реанимации. 23 года, не курит, не пьет. Только начал работать, все. Вот, пожалуйста. Какой же он террорист? Он же не террорист. А вы скажите, пожалуйста, вот если бы вы встретились лицом к лицу сейчас с Порошенко, вот что бы вы ему сказали? И я бы ему сказал, ты сволочь, это, жополист американский, ты хуже Николая Второго Кровавого. Ведь Путин сказал, что пока давай мирно, пока у тебя руки не в крови. А сейчас он вообще весь в крови. Чтобы он сдох. И этот Яшко я ценил, и все, и Порошенко, и прочее. Мы хотим мира. Мы не хотим войны. Мы молимся, дайте информацию, спасите людей, всех Донбасса, юго-востока Украины и вообще Украины. Мы не хотим, не им мы смерть, не себе. Мы хотим мира. Мы хотим мира. И мы хотим мириться. Вызывали на 10 дней, а теперь говорят, что вы добровольцы. Он говорит, что я не хочу этих людей стрелять. Он говорит, что если вы не поедете туда, то они сейчас стоят на плацу. Генералы, что там есть, полковники, поедают им 5 лет в тюрьму, если они не поедут на Схид стрелять людей. Дитина просится, что она хочет видеть тата. Я хочу видеть тата своего, которого я сильно люблю. Менш, ніж за годину генерал таки з'являється. Они призваны защищать свою страну, согласно законодательству, а не согласно их желаниям. Вот это Днепропетровская, вот эта патриарно-тактичная группа, скорее всего, поедет и выполняет завдание на Сходе. Скорее всего, я не знаю, но я вам скажу, что скорее всего, да. Виходять і самі мобілізовані. Амуніції, кажуть, також немає. Батьки розповідають їм, попередньо повідомили, хочете, аби ваші діти повернулись живими, купіть їм бронежилет. А то, кто купил дію? Все домашнее. Проблеми, кажуть, почались ще у військоматах. У ногу забирають, один не купляється. То так правильно, нехай забирають, як забирають, не буде ніякий, мамі не буде, так убитно. Могу забрали, того лишили, того забрали. Всі здорові, всі ходять по селі. Було сказано, що пропонували, якщо ви оплачуєте 600 доларів, безпосередньо ваших чоловіків дітей відпускають. Тепер родичі обіцяють, стоятимуть тут до останнього та погрожують перекрити трасу Львів-Криківець, якщо до них так і не дослухаються. Це місто Константиновка, це наші бойці з Константиновки, а жалі у правосеків. Ну, посмотрите. Поїдея, не дожди там от... Не, ну так а що, ну пусть люди видят, чим вони проти нас в войну. У них не тільки українське і немецьке військове, а ще й немецькі автоматики. І англійські. Я на німецькі. Я на німецькі. Славу твоєю, Кривнінця! Бо ти пресвятався життя моє! Бо ти пресвятався життя моє! У серці за мешкай моєм! У серці за мешкай моєм! У серці за мешкай моєм! Могутня! Могутня! Солорна! Солорна! Слава Україні! Героям слава! Помолити! У серці за мешкай моєм! Продолжение следует... 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 Украинский губернатор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Украинский губернатор субтитров А.Егорова Украинского губернатора Губернатор субтитров А.Егорова 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 Губернатор субтитров НЕО Продолжение следует... 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 Поэтому они просто мстят нам за точный огонь по ихним артпозициям, по их блокпостам. Они наносили удары по Николаевской ТЭС именно с целью вывести ее из строя и лишить электричества не только наш город, но и целый ряд городов северного Донбасса. То есть это вполне целенаправленные удары, нацеленные. Реагнозирую, что не только район Славянска, который сейчас служит щитом для Луганской и Донецких областей, но и вся территория Донецкой и Луганской области превратится в поле боя. Явно никто не остановит военную операцию, никто ее не собирается останавливать. Более того, вводятся и применяются системы, которые для борьбы с регулярными партизанскими отрядами не только... Порошенко пообещал Путину, что в ближайшее время в каком-то качестве война на Юго-Востоке будет то ли прекращена, то ли закончена. Как вы считаете, что он под этими словами имел в виду? Я думаю, что он имел в виду, что паровой каток украинской армии прокатится по всему Донбассу, уничтожит всех, кто восстал против незаконной киевской власти, всех, кто восстал против ущемления русского народа. И таким образом он закончит военную. Я думаю, что он имел в виду именно это. Олигарх, который спонсировал так называемый Майдан, который в бытность свою кандидатом в президенты разражался самыми воинственными заявлениями, выступал с крайних позиций, и который является прямой марионеткой Соединенных Штатов Америки, он не может измениться за одну ночь нам или за один день. Конечно же, он имеет в виду то, что он планирует навести здесь порядок, как он его называет, «железной рукой, рукой своих карателей». Собственно говоря, то, что они, как они наводят порядок, мы видели по красному ремонту. Украинские СМИ непрерывно постоянно угут, угут настолько беспардонно, что Геббельс обзавидовался, вот в гробу, наверное, вертится. А на международные нормы им всегда было плевать. Собственно говоря, здесь они используют кассетные снаряды и все остальное прочее. Стреляют, как вы правильно отметили, сносят с лица земли целые населенные пункты, обстреливают города. И продолжат это делать, поверьте, во все более... Значит, у них остается только один вариант. Издалека, как можно более массированно, как можно более разрушительно, стреляют, стреляют. Украинские СМИ, 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 СМИ. СМИ, 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 СМИ. 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 Никаких переговоров не будет, и он сам не хочет этих переговоров. На этой неделе Луганск пережил страшную атаку. Какая ситуация сейчас в городе? Сейчас открыты все бобоубежища, подготовлены, снаряжены всем необходимым для жизнеобеспечения. Люди, конечно, все переживают. Это не по-человечески, так сказать. Все это было сделано именно украинскими властями. Я думаю, что это не последний шаг, на который они пойдут. Я не делаю. Я не делаю. Добрый день. Там предприятия какие-то, склады, лесопилка, какие-то, что-то там делают. Небольшое предприятие слева. А, вот здесь вот на углу, я понял. И в АЕЗу то попало там маленькое предприятие АИЗовское, от АИЗа кусочек разбило стену, разнесло там. А слева там помещение, ну там циркулярочка, плотники, ну такое маленькое предприятие. Я сказал, набирай, пока не наберешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, он сказал, напротив, чей дымок. Где парикмак? 14-й. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пробивает дверь, да? Да, да, да. А как? Пробивает? Так как? Мы же в вокзале так зашли, сидели на лестнице, через дверь Прохимовича, блин. А! Да вы что? Сейчас. А в квартире где безопаснее сидеть, скажите? Где подвал? Вот это вот обстрел, вообще смысла нет? Так абсолютно, я там думал что-то... Здесь ни бронетехники нет, никаких соединений, ничего здесь нет. Ну, с нескольких позиций, одновременно стреляем. Это вон, да, лучший. На копейки, да, на бед? Типа, да, 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 да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 не доезжать. Это уже другое. Это вот где, вот где беда. Они там, где сидят в Киеве, их там не бомбят, они сидят, они только указы свои дают. Бомбить туда, бомбить сюда. Петр Алексеевич, вот здесь мы живем. Дети, женщины. Вот здесь спят, едят. Все здесь. Дай Бог, чтоб ваши детки тоже это увидели. Дай Бог. Турчинову, который верит в Бога. Молится. Спасибо Пётру Алексеевичу Порошенко за его работу, что он нас поздравил. С днем Троицы. Да, с днем Троицы. Пожалуйста. Пожалуйста. Вон розочка на конце, вот металл. Вот сараи. Вон деревья стоят голые, без листьев. Вон листья. За секунду не стало листьев. Вон у соседей тоже самое. Все. Вот деревья, пожалуйста. Ни одного листочка нет, живое. Спасибо ему. Спасибо. Вон шиферина. Смотри на дереве. Шифер на дереве закинулся. Вон на дереве. А вот же этот сарай же тоже гараж. Тоже сарай. Тоже. Побольше. Спасибо ему. Сарай. Сарай. Славянский бульвар Рядом с автовокзалом Сюда, проходите Оттуда, с Карачуна получается Карачун там А это Со мной моя карточка Я сейчас на кузне выскочу И подъеду сюда Тут же пока больше сниму Ну, я так Давай Осколки? Да И вот Разные Соседние там Да Тут уже как успокаивается Все Ты да, начинаешь Высовываться и смотреть Твоя крыша на месте Слава Богу Это тут если попадают То уже все Блин Непонятно что Ну, это по всей видимости Дюраль Вот так вот Такие вещи у нас сегодня 8 июня летали И еще У нас Вот такая вот Картинка Все горит Снаряды летят Ужас полный Да Ужас Ужас Картинка Ужас Ужас Картинка Ужас СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА